Министр образования Украины Оксен Лисовой Министр образования Украины Мы сейчас воюем за систему ценностей, кардинально отличающейся от системы ценностей Российской империи Нам точно не по дороге с русским миром, зачем мы тогда готовим детей использовать русский язык? Я сейчас вот точно не буду апеллировать к международным нормам, к ООН, что это нарушение прав меньшинств Русские вообще ни к чему не должны апеллировать Русские построили гигантскую империю не на том, что они кому-то апеллировали или кому-то жаловались Или выражали озабоченность Если что-то у русских вызывало озабоченность, они отправляли туда просто два полка драгун И решали всю эту проблему столетиями В этом смысле, как показали последние полтора года, ничего не изменилось Если что-то у тебя вызывает озабоченность, глубокую тем более Ты отправляешь туда танковые дивизии и равняешь все в ноль Но вот что касается русского языка Тот самый случай, когда враг произносит вещи, про которые мы боимся говорить вслух Если мы исходим, а я, например, исхожу из того, что украинское государство должно быть просто деконструировано Государство должно быть деконструировано как проект Так вот, отвечаю гражданину с арийским носом и голубыми глазами Мордан, ты что, нацист? Да Возникает вопрос, а как же быть с украинским языком? А никак А никак не быть с украинским языком Иван Ахлобыстин Известный российский артист Доверенное лицо партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму Бывший православный священник, что немаловажно Все-таки как бы священники, они же за Христа Они за неубий, за возлюби ближнего своего, как самого себя За то, чтобы поставить правую щеку, если тебя ударит по левой, ну и так далее В общем, как бы за мир и против войны И вот этот самый Иван Ахлобыстин выступил с большим интервью В котором, по сути, абсолютно расистскую, нацистскую программу войны с Украиной сформулировал Я цитирую, простите за длинную цитату Наша программа-минимум лишить их моря Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам Они давно уже эту землю облюбовали Часть в Белоруссию уйдет Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в Зомби-Ленд Все остальное, разумеется, наше А в идеале подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство Из-за нашей халатности и некомпетентности мы позволили им сплотиться как нации Пока все это не укрепилось в сознании Все это надо уничтожить Я подчеркиваю, я подчеркиваю Надо уничтожить нацию украинскую Уничтожить При этом народ, разумеется, останется Они же южане Через месяц украинцы станут большими руссопатриотами, чем мы с вами Я много работал с ними, прекрасно знаю, как они ветренны И с языком надо разобраться Он не нужен Он создан искусственно И только помогает самоидентификации новообразованной нации Которая всегда будет представлять для нас опасность Единственный способ от этой опасности избавиться Нейтрализовать всю государственность Вот прям все зачистить Ну что вам могу сказать, друзья мои Как русский патриот Как русский историк Депутат русского регионального собрания дважды И т.д. и т.п. Что более нацистского текста на русском языке я не видел Текст, который направлен на уничтожение Украины как государства Украинцев как нации украинского языка Кто там что говорил про то, что нет геноцида Что ООН не нашла признаков геноцида Ну вот полюбопытствуйте, что властитель Дум-Зет-поколения Который на митингах патриотов выступал и орал там Ой да Вот что он думает и что публично говорит В любой стране подобные призывы В любой нормальной стране И даже между прочим в Российской Федерации До 2022 года Подобные призывы были бы составом преступления За которые человек усветил конкретный срок Если это не разжигание ненависти по национальному признаку То что это? Но это я вам скажу, что призыв к геноциду украинцев Как нации, как государства, как носителей языка Уничтожить! Он прямо про это говорит Все это надо уничтожить Вот с такой программой идут они на войну От имени России От имени страны, которая гордилась тем Что у нас Достоевский Что мы все человеки Что там слезинка ребенка какая-то Там вот в пьяном бреду В грязном трактире Русский юноша С бледной, со взором горящим Вот он про эту слезинку Слезинка? Да тут океан крови Какой тут Достоевский Который, кстати, в политике тоже был достаточно жестким шовинистом Но это геббельцевский план Ост нацистской Германии Тут рядом, что называется, не лежал Все-таки там не говорилось о том Что все прям зачистить, все уничтожить Даже нацисты говорили о том, что кого-то надо оставить Чтобы, ну, Бауэром там Землю это самое Сохраняли Так что, друзья мои Мы с вами имеем дело С абсолютно Квинтэссенцией нацизма Которая Даже в гитлеровской Германии До подобного поднялась Лишь в одном случае Когда Гитлер провозгласил Окончательное решение еврейского вопроса Ну, что можно сказать Вот вам Человек, который Подписал Себе Вполне конкретное Международное обвинение И не только себе Но и режиму, который он представляет Который он олицетворяет Мнение которого он выражает Вот это вот самое И есть лицо современной Русской культуры Российского империализма Российской государственности И здесь Впервые Откровенно Нагло Цинично Провозглашены Настоящие цели войны Вот вы обратили внимание На то, что Зет-патриоты Россияне Особенно вот эти тролли В комментариях Они не способны И не хотят И уходят от вопроса А вы вообще Зачем воюете? За что воюете? Я дерусь, потому что Я дерусь Вот Мы же воюем И нужно, чтобы За нашу страну Мы патриоты А ты там Это предатель И так далее Вы за что воюете? Они избегают Как черт ладана Этого вопроса Они не могут Определить За что Они чувствуют Что эта война Бессмысленно Для России Ненужная И поэтому Вот Все что угодно Только не спорьте С ними По вопросу Вы зачем Воюете? Вы зачем Гады на Украину Напали? На братскую страну? На братский народ? Вы что натворили? Этого вопроса Боятся Как огня Вот он Пожалуйста Вам ответ Ответ Который Созрел В голове Русского Интеллигента Властителя Дум Театрала Популярного Человека Бывшего Православного Священника Московского Патриархата В общем Это вот Лицо Современной Образованной России Не какое-то Быдло Не какие-то Наймиты Тролли За денежку Все угодно Написавшие По методичке Из АП Из администрации Президента Нет Это то Что вот он Думает И он это Сказал С убеждением С огнем В глазах С жестокостью В сердце Они воюют Чтобы уничтожить Украину И украинский Народ Слушайте Ну я не знаю Кем надо быть После этого Чтобы продолжать Оправдывать В России Эту войну Этих людей Этот режим Вам еще Нужны доказательства Того Что вы На стороне Зла Если вы За Путина И за войну Не говорите Мне больше Что Это Не все Так Однозначно Что Зеленский Там тоже Чем-то Виноват Что там Украинцы Тоже Вот надо же Разбираться Что эта Украинская Ракета Прилетела По рынку И убила Украинцев И прочую Всякую Фигню Не говорите Все Предельно Однозначно Есть свет И есть тьма Есть нацисты Фашисты И есть люди Которые Сражаются За дом Детей Семью Страну Свою За свой народ Свой язык Просто За право Жить Оставаясь Украинцами Без того Чтобы кто-то Какой-то Бывший Растрига Поп В Москве Определял Что они И кто они И как они Должны Себя Вести И вот Это Презрение Конечно К украинцам Что Искусственная Нация Мы Позволили Да они Через два Месяца Будут Большими Руссопатриотами Чем мы С вами Вот это Вот Спесь Высокомерие Какие-то Унтерменши Украинские Там Вообще Как же Это Все-таки Все Омерзительно Знакомо И почему Интересно Знать Вот Все эти Недоделанные Кандидаты В доктора Вот эти Все Люмпин Интеллигенты Полукультурные Люди Типа Геббельса Геринга Гесса Бормана И иных А сейчас Мы сюда Через запятую Ставим Путина Ковальчука Охлобыстина И так далее Имя им Легион Почему Они Все Такие На невежество И полузнание Становятся Беспощадными Фашистами Убежденными Убийцами Это Лицо Современной России Это лицо Поколения И лицо Это Собачье И Даже Если Путин Уйдет Он скорее всего Скоро уйдет Вот эти Все Останутся Останутся И будут Сопротивляться Изменениям Потому что Для них Изменения Означают Суд Вполне Реальный Уголовный Нюрнбергский Ну скорее Мариупольский Они будут Гнать И гнать На убой Других Тем более Такие Как Охлобыстин Он же не из окопа Это вещает Он же из Теплого Тыла Из Уютной Своей студии Или где он там Все это записывал Вот это Русский Нацизм В чистом Виде И будучи Русским Патриотом Патриотом Своей страны Мои предки За нее сражались И в девятнадцатом Веке И раньше Я говорю Это Зло И его надо Уничтожить Любыми Средствами И пока Не будет Выжжено Дотла Эта Путинская Зараза Внутри России Не будет Ничего Хорошего Ни с Россией Ни с людьми Нормальными Которых там Очень много И с теми Которые Ненормальные Но поддались Этой истерии Но их можно Еще переделать Вполне И с теми Которые Ни на что Не поддаются Но просто Быдло Да они Не вредны Не опасны Если их Не разжигать И не бросать В окопы Много же Людей Которые Могут Жить В России Но вот Это Меньшинство Злобное Нацистское Сатанинское Растриженное Оно Должно Исчезнуть История Должна Сбросить Их бульдозером В сточную Канаву Иначе Здесь Ни для Какого Народа России Ни русского Ни украинцев В России А их Пардон Пять миллионов Почти Ни татарского Никаких народов Жизни Не будут Эти В ад Утащат Всех Поэтому Или Мы Или Они Или Что-то Впереди Для Основной Массы Населения Еще светит Или Оно Все пойдет В ад Вслед за Такими Попами Растригами Предателями Которые Профукали И русскую Культуру И русскую И историю И все Хорошее И героическое Что в ней Было За все Эти 500 Лет борьбы С московским Игом И самодержавием Крепостничеством Все это Они В кровь И в грязь В украинский Чернозем Укладывают Ради чего? Ради того Чтобы уничтожить Украину Блин Вот ведь Цель-то Какая Раньше Так Звездам Рвались Новый мир Строили Нового человека За счастье За справедливость Чтоб землю Крестьянам В Гренаде Отдать А теперь Умирайте Чтобы уничтожить Украинцев Которые Вам Ничего Плохого Не сделали Вообще Ну Друзья Мои Если Вы мне Потом Будете Говорить Что Страна И государство С подобными Взглядами Может И должно Существовать За баню Беспощадно Эти Существовать Не будут И не должны Они Обрекают Всех На гибель И себя В том числе Но мне На них Наплевать Вот это Манифест Охлобыстина Манифест Смерти Манифест Убийц Манифест Гибели России Который Он Тащит Всех Вместе Со своим Пляшивым Маразматическим Недофюрером И всем Его Коррумпированным Прогнившим Режимом Кстати Вы знаете Почему он Коррумпированный Потому что Все люди Которые Служат Пляшивому Недофюреру Прекрасно Понимают Что это Путь в ад И на пути в ад Хотят хотя бы Нахапать Нахапать Хоть день домой Рябчиков жуй День твой последний Приходит Путинист Хоть сегодня Нажраться И напиться А там хоть Трава не расти Вот это Все Очень характерно Но так Наступит же Скоро их День последний И вспомним Мы тогда Этого Хлобыстина Когда он Будет стоять Перед Мариупольским Трибуналом И сочетаем ему Его же слова И скажем Ты говорил Ты Откроем Библию Которую он Предал И прочитаем Там Тех Кто соблазнил Малых сих Особое И сугубое Наказание И поступим С ним По слову Божьему Аминь Что называется На этом Оставляю вас Подумать С собачьим лицом Путинской России Лицом Бои идут Бои тяжелые Противник Пытается двигаться Вперед Мы эти попытки Пресекаем Работаем Превентивно По тылам Как уже было сказано Но Опять таки Подчеркну Что обстановка Крайне непростая Это действительно так Ну На фронте сейчас Ситуация Остается тяжелой Вместе с пилотами Из Норвегии и США Проводят тренировки В воздушном пространстве Финляндии Ом Ти Ви Юэй Про головне Вооруженные силы Украины Выследили И уничтожили Редкую И очень дорогую Российскую Контрбатарейную Радиолокационную Систему Ястреб АВ Операция Прошла Возле села Караичное Луганской области Комплекс был уничтожен Ударом Хаймарса Скорректированного Беспилотником Шарк 15-я отдельная Бригада Черный лес Артразведки Записывает себе В актив Уничтожение Объекта За 250 Миллионов Долларов Ястреб АВ Считается Самым современным Российским Радиолокационным Комплексом Как вы уже поняли Наверняка Не имеющего Мировых аналогов Которые используют Для разведки Огневых позиций Артиллерии Посредством Радиолокационной Станции Он способен Отслеживать Траекторию Ракет Противника И вычислить Точные координаты Позиции Его артиллерии Это триумф Русского оружия Это триумф Русской армии Это возрождение России В начале февраля 22-го года Когда мировые Лидеры просили Путлера Не развязывать Кровавую бойню Орбан пил С ним шампанское 22-го февраля За два дня До вторжения Путинацистов Венгрия Переместила Войска К границе Украины Согласно плану Армия Рашистов Быстро Захватывает Украину А Венгрия Вводит Войска В Закарпатье Под видом Защиты Мадьяр Живущих Там Орбан Нацистский Пособник И соучастник Агрессии Против Украины Это Уинстон Черчилль И Иосиф Джугашвили Во время Встречи В Кремле 14-го Августа 1942-го Года Ох уж Эти Подлые Англосаксы Всегда мечтали Развалить Россиюшку Удивительно Но до сих пор Находятся Взрослые люди Которые Не знают Что Сталин И Коба Это погоняло Точно так же Как Стрелков У Игоря Гиркина Моторола У Арсена Павлова Гиви У Михаила Толстых Сергей У Шойгу Кожугета Фамилия у меня другая Да и имя тоже И отчество И имя тоже Ну имя да Имя тоже Я хочу сообщить зрителям Шойгу Это имя Сергея Кожугетовича А Кожугет Это как раз была фамилия Правда? Ну в общем да Именно так Именно так Когда натовцам Надоест с нами воевать Это у них тоже Спросить Мы готовы К продолжению Этой борьбы И победа будет за нами Шел 968 день Взятия Киева За три дня Россия запросила У Грузии И Азербайджана Электроэнергию Россия запросила У Казахстана Самолеты Россия запросила У Северной Кореи Вооружение И солдат А кремлевское Недоразумение Все еще бредит О какой-то победе Ах да Теперь в Украине Собаки будут есть Северных корейцев Мы говорим Что все идет по плану Извини У нас такого плана не было Страны Запада Южная Корея Всерьез озабочены Сообщениями об отправке До 12 тысяч Северокорейских военных На войну России Против Украины Об этом заявили В Госдепартаменте США За этой историей Следит наш корреспондент Артем Филатов Артем, привет Есть ли уже Какие-то подтверждения И как на сообщения Разведок Реагируют западные политики Привет, Аня В телеграм-каналах Появились несколько видео На которых Как предполагаются Северокорейские военные На одном из них Они идут по военному полигону На другом Получают российское снаряжение В обоих случаях Кадры сняты На Дальнем Востоке России Вблизи границы С КНДР Подтверждают аналитики Которые работают С открытыми данными На видео Можно услышать корейскую речь Правда Неразборчиво Вот они Побежали Побежали Нельзя их снимать Тут Вот новое подкрепление Ранее В отправке военных Сообщило Южнокорейское агентство Ренхаб Со ссылками на спецслужбы По данным разведки Пхеньян решил Послать на войну Четыре бригады Общей численностью 12 тысяч человек В том числе Спецподразделения В Кремле При этом отрицают Что северокорейские военные Уже воюют на стороне России Ситуацию Обсудили дипломаты США Южной Кореи И Японии Сегодня Когда мы прибыли На встречу Нас встретили сообщения О том Что Северная Корея Решила усилить Поддержку Жестокого вторжения России в Украину Мы внимательно Следим за проявлениями Этого Помимо оружия Возможно Речь идет И о личном составе Мы должны признать Что это будет Серьезным вызовом Это создает Возможности Для расширения Нашей работы Но в то же время Это новое Зловещее событие В мировой политике Министр иностранных дел Украины Сегодня заявил Что возможное Участие солдат Искандер В войне Создает риск Эскалации А вот Как сообщение Разведки Южной Кореи О том Что Северная Корея Отправляет Свои войска В Россию Прокомментировал Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Да Зима будет трудной Но Россия В сложном положении Из-за количества Потерь Которые влияют На их собственные Ресурсы Поэтому Если это правда То на мой взгляд Это больше похоже На акт отчаяния Чем на что-либо еще В Южной Корее Сообщение Об отправке Северокорейцев На войну Встретили с тревогой Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Уже провел Экстренное совещание По безопасности И вот что говорят О ситуации Жители страны Отправка Северной Кореи В войск В Украину Сама по себе Похоже Представляет Очень серьезную Угрозу безопасности Не только Для нашей страны Но и для ситуации В мире Поэтому мы Корейцы считаем Что это страшно И опасно В случае Небольшого конфликта Россия Получившая Северокорейское оружие В трудные для нее времена Может вмешаться Даже в незначительное Столкновение С нашей страной Это было бы Очень опасно Если северокорейские Солдаты Отправятся в Украину Это будет Первый случай Полномасштабного Участия Армии КНДР В боевых действиях За пределами Корейского полуострова Напомню В июне Москва и Пхеньян Подписали договор О стратегическом партнерстве В нем есть пункт О взаимной военной поддержке В случае агрессии Известно Что КНДР Уже поставляет в Россию Артиллерийские снаряды И ракеты В ночь На 19 октября Украинские дроны Как минимум В четвертый раз Атаковали завод Кремний-Л В Брянске Этот завод Один из крупнейших Производителей Микроэлектроники В России Его продукция Используется В том числе Для военных нужд Например Для создания Систем ПВО Панцирь И ракетных комплексов Искандер Губернатор Брянской области Об атаке на завод Не сообщал По его словам Два сбитых беспилотника Врезались в нежилые здания Пострадавших нет Всего над регионом В ночь сбили 13 дронов Отчитались В Министерстве обороны России А это уже кадры Из Санкт-Петербурга По данным издания Фонтанка Утром над городом Сбили дрон В двух районах Начались перебои С электричеством Свет отключился Примерно в трех сотнях домов Как раз после того Как жители услышали взрывы В местной энергетической компании Заявили, что все дело Цитата В технологическом нарушении И сейчас занимаются ремонтом Обломки дронов После хлопков После хлопков А вот обломки Прямо вот они Газепу Боррелю Который снова Ради мира В Европе Призвал страны НАТО Разрешить Киеву Бить по целям В глубине России У спикера палаты Представителей США Майка Джонсона Который, если помните Выступил в разрез С линии своей партии И разблокировал пакет На 60 миллиардов долларов Для Украины Бои идут Бои тяжелые Противник Пытается двигаться вперед Мы эти попытки Пресекаем Работаем превентивно По тылам Как уже было сказано Но опять-таки Подчеркну, что Обстановка Крайне непростая Это действительно так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...